Конкуренцию, главное, не путать с завистью, эгоизмом. Конкуренция — это нормально, потому что это позволяет нам прокачивать свои скиллы, это позволяет нам видеть перспективы, куда двигаться. Конкуренция — это вообще вещь, которая даёт необходимую внутреннюю бодрость. И дети всё время друг с другом конкурируют, именно поэтому развивают у себя навыки. Какой был бы спорт высоких достижений, если бы не было конкуренции между спортсменами? Конкуренция — это нормально. Проблема, когда мы называем конкуренцией чёрствость собственную. Мы тебе не помогаем, потому что мы в конкуренции. Это, на мой взгляд, глупость какая-то. По крайней мере, такое объяснение. Скажите честно, вы не понимаете, потому что видели вас в гробу в белых тапках. Ну, там нет вопросов матросов. Часто это зависть. То есть кто-то преуспевает, и вместо того, чтобы у него учиться и использовать его как ресурс для собственного роста, конкурент в этом смысле, это как раз тот человек, у которого вы можете учиться. Зависть она разрушает, разъедает. Она объясняет успехи других не тем, что они делают, а случайными обстоятельствами. Это деструктивно. Ну, и часто просто эгоцентризм такой, когда мы производим вокруг себя конкуренцию, просто чтобы почувствовать себя какими-то особенными. Я психологией уже 30 лет занимаюсь. Особенностей у нас немного. Мы в целом весьма тривиальные существа. Мы можем уметь что-то делать особенно. И это круто. Как-то просто свою особенность демонстрировать, чтобы все остальные чувствовали конкуренцию. Ну, на мой взгляд, это немножко смешно. Немножко сильно. Субтитры сделал DimaTorzok